Сегодня утром на РТШ обнаружили нефтяное пятно. Его максимальная ширина составила 10 метров, а вот растянулось оно почти на 2 километра. В 10 часов 30 минут его заметили в районе Усть-Заостровки. Службы экстренного реагирования, получив сообщение, срочно выдвинулись на место. На пути следования пятна был водозабор ПАТЬ. Его сразу же защитили боновыми заграждениями. Происшествие не повлияло на экологию акватории РТШ. Нет угрозы и здоровью омичей. Сама ван-камера водозабора ПАТЬ находится на 1 метр 80 сантиметров ниже уровня поверхности воды. Поэтому нефтяная пленка, которая была на поверхность воды, не попала в наши насосные агрегаты. Анализы воды показали, что показатель по нефтепродуктам ниже в десятки раз от нормативов. Итак, с водопроводной водой все в порядке. Специалисты ежечасно берут пробы воды на анализ. Вместе с ними на катере водоканал отправились сотрудники следственных и надзорных органов. Им теперь предстоит выяснить источник загрязнения. Первые версии уже появились. Предварительно розлив составил около 200 килограмм светлых нефтепродуктов. Возможно, это дизельное топливо. В возможной ситуации в осеннее время, когда суда готовятся на стоянку на отстой, проводится профилактическая работа на данных судах. Возможно, это сброс подсланивых вод недобросовестными судовладельцами. Возможно, это другой источник. Субтитры создавал DimaTorzok